МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По первому уголовному делу бывший государственный чиновник Ильин обвинялся в получении крупной взятки. В статусе заместителя министра экономического развития Тверской области Ильин был задержан в январе 2017 года оперативниками Тверского УФСБ при получении 500 тысяч рублей в качестве взятки. По данным следствия, за эти деньги чиновник с использованием служебного положения помог незаконно получить предпринимателям многомиллионную субсидию из государственного бюджета. Приговор суда пять лет колонии строгого режима. Гособвинение просило более суровое наказание. Государственное обвинение просило назначить наказание Ильину Денису Анатольевичу в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Приговор сегодня оглашен. После его получения будет дана оценка указанного приговора. Смягчающее вину обстоятельства суд признал наличие малолетних детей у подсудимого и его положительные характеристики, пожилые родители, состояние здоровья самого Ильина. То, что он ранее не судим. По поводу приговора я не согласен. Я не думаю, что 9 месяцев суда, которые здесь прошли, фактически за 9 месяцев ничего нового я не услышал. Доказательства своей воли я не услышал. И поэтому в соответствующем установленном законопорядке пределам будет жалоба. Поэтому с меня все спасибо. Каков будет вердикт по новому уголовному делу, мы сообщим в патрульной службе. Сотрудниками уголовного розыска управления МВД России по городу Твери совместно с коллегами из УВД по Зеленоградскому административному округу задержан житель Московской области, подозреваемый в серии краж велосипедов на территории города Твери. По данным полиции, молодой человек действовал в одиночку. Различными способами проникал в подъезды домов, где похищал велосипеда, а затем забывал их на улице. Преступлением, по данным полиции, причастен 21-летний житель Московской области. Как пояснил, чтобы перекусить трос и похитить велосипед, ему было достаточно 5 секунд. По данным оперативников, задержанный причастен к кражам не менее 10 велосипедов у жителей Твери и более 50 на территории других регионов. Возбуждены уголовные дела.